Внутриутробное развитие, беременность, роды, врожденные заболевания. Вспомните, для каких животных характерно живорождение, у представителей какой группы млекопитающих образуется плацента. Как вы думаете, сколько времени длится внутриутробное развитие у человека? Какие правила должна выполнять беременная женщина для сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребенка? Индивидуальное развитие человека принято подразделять на два этапа – эмбриональный, внутриутробный и постэмбриональный. Границей между ними является момент рождения. Эмбриональное развитие. Внутриутробное развитие человека длится около 280 суток. В течение этого времени из одной исходной клетки нового организма, зиготы, образуется более 200 миллионов клеток, а размеры эмбриона увеличиваются от 0,15 миллиметра до полуметра. После оплодотворения к концу первых суток начинается деление зиготы, которое в это время продвигается по яйцеводу к матке. Через 30 часов после оплодотворения завершается первое деление. Образуется две одинаковые клетки. Через 40 часов уже четыре. В результате многократных делений формируется плотный шар, состоящий из клеток. На пятые-шестые сутки зародыш достигает матки и внедряется в ее стенку. Этот процесс называют имплантацией. С этого момента зародыш начинает получать кислород и питательные вещества из крови матери. В первые четыре недели внутриутробного развития у человека закладываются практически все ткани и внутренние органы. В это время эмбрион абсолютно беззащитен. Неблагоприятные воздействия легко могут нарушить его нормальное развитие и вызвать гибель. Там, где зародыш прикрепился к стенке матки на четвертой неделе внутриутробного развития, начинает образовываться плацента. Плацента по внешнему виду напоминает диск, одна часть которого формируется из слизистой оболочки матки, материальная, материнская часть, а другая из клеток зародыша, детская часть. Через плаценту зародыш получает из крови матери кислород, воду, питательные вещества, витамины, гормоны и все компоненты, необходимые для роста и развития, освобождается от углекислого газа и ненужных продуктов обмена. В плаценте кровь матери и плода не смешиваются, а обмен происходит через тончайшие эпители сосудов. Однако, кроме необходимых, эмбриону веществ через плаценту могут проникать многие лекарственные препараты, алкоголь, никотин, вирусы, ионы тяжелых металлов. К концу восьмой недели эмбрион растает примерно до трех сантиметров и начинает напоминать человека. Почти все его внутренние органы уже хорошо сформированы, а нервы и мышцы развиты настолько, что эмбрион может производить спонтанные движения. К концу восьмой недели заканчивается формирование плаценты. Теперь связь зародыша с плацентой осуществляется через пуповину, пупочный канатик, внутри которой проходят кровеносные сосуды. С этого момента зародыш называют плодом. Начиная с девятой недели до рождения происходит дальнейшее развитие и рост всех систем плода. С пятого месяца мать ощущает движение ребенка, хотя двигаться он начинает несколько раньше. К концу эмбрионального периода, то есть к родам, плод имеет массу около 3 килограмма, длину около 50 сантиметров. Беременность – это состояние женщины, в организме которой развивается будущий ребенок. В этот период у нее происходят сложные гормональные перестройки, прекращаются созревания новых яйцеклеток и менструации, набухают молочные железы, увеличивается нагрузка на все системы органов. Беременная женщина обязательно должна наблюдаться у врача-гинеколога, который следит за течением беременности и здоровьем будущей матери. В этот период женщина должна полноценно питаться, соблюдать правила личной гигиены, избегать тревог и волнений, повышенных нагрузок и переутомления. Не следует носить обувь на высоких каблуках и поднимать тяжести. Роды. По мере роста плода стенки матки растягиваются. К моменту родов ребенок в матке обычно располагается головой вниз. Роды начинаются с родовых схваток, регулярных сокращений матки. Позже к схваткам присоединяются потуги. Сокращение матки с одновременным сокращением мышц брюшного пресса и диафрагмы. Мышечные сокращения продвигают плод к выходу из матки. Происходит рождение. Обмен веществ между матерью и ребенком прекращается. В результате в крови новорожденного быстро увеличивается концентрация углекислого газа, которая возбуждает дыхательный центр. Это возбуждение передается к дыхательным мышцам, и ребенок делает первый вдох. Легкий ребенка расправляется, он начинает дышать самостоятельно. Врач-акушер, помогающий женщине при родах, перевязывает отрезать пуповину, которая связывала ребенка с матерью. Остаток пуповины быстро засыхает и вскоре отпадает, оставляя рубец, пупок. Через 15-20 минут после рождения ребенка плацента отделяется от матки, и вместе с остатками пуповины и оболочками плода выходит наружу. В течение 2-3 дней после родов в молочных железах женщины вырабатывается молозиво. Затем начинает образовываться настоящее молоко, которое содержит все необходимые вещества для роста и развития ребенка. Спустя несколько недель или месяцев после родов созревание яйцеклеток в яичниках женщины возобновляются, и женщина снова становится способна к зачатию ребенка. Врожденные заболевания, влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на развитие зародыша человека. В современном мире женщина может узнать о своей беременности очень рано. Специальные тест-полоски позволяют определить беременность начиная с 6-8 дня после оплодотворения, а ультразвуковое исследование УЗИ позволяет выявить беременность примерно с 5-6 дня задержки менструации, когда возраст эмбриона составляет около 3 недель. Однако часто женщины узнают о своей беременности гораздо позже, когда возраст эмбриона составляет 4 более недель. В этом случае женщина продолжает вести прежний образ жизни, не подозревая, что она уже ждет ребенка. Однако здоровье будущего ребенка во многом зависит именно от этих первых недель беременности. Вы уже знаете, что такое врожденные наследственные заболевания. Врожденные заболевания возникают в процессе внутриутробного развития или в момент рождения, и не связаны с изменением генов и хромосом. Плод напрямую, связанный с организмом матери через плаценту, зависит от состояния ее здоровья. Если беременная женщина курит, никотин, попадающий в ее кровь, легко проникает сквозь плаценту в кровеносную систему плода и вызывает сужение его сосудов. Это снижает снабжение плода кислородом и питательным веществами, что может вызвать задержку развития. У курящих женщин чаще происходят преждевременные роды выкидыши на поздних сроках беременности. Их ребенок при рождении весит в среднем на 300-350 грамм меньше нормы. Столь же легко через плаценту проходит и алкоголь. Употребление будущей матерью спиртного может вызвать развитие алкогольного синдрома плода. При этом происходит задержка умственного развития и недоразвития головного мозга. Наблюдаются повышенная возбудимость, снижение скорости роста, мышечная слабость. Если беременная женщина имеет зависимость от наркотических препаратов, то ее ребенок внутриутробно приобретает такую же зависимость, потому что получает наркотики из ее крови через плаценту. У таких детей в дальнейшем, как правило, нарушается умственное развитие. Для будущего ребенка очень опасны вирусные и бактериальные заболевания. Матери во время беременности, особенно краснуха, таксоплазмоз, герпес, гепатит В и БИВИЧ инфекции. Так, в случае заражения будущей матери на первом месяце беременности краснуху, 50% детей развиваются врожденные пороки. Слепота, глухота, расстройство нервной системы, пороки сердца. В настоящее время существуют методы диагностики заболеваний плода, которые помогают предупредить развитие врожденных заболеваний, своевременно начать лечение, тем самым уменьшив последствия. Индивидуальное развитие человека состоит из двух периодов – эмбрионального и постэмбрионального. Первый протекает в организме женщины, для которой этот период является беременностью. Вынашивание ребенка длится 280 суток и заканчивается родами. Все эти процессы связаны со значительными изменениями в организме будущей матери. Для рождения здорового ребенка женщина должна вести здоровый образ жизни, правильно питаться, избегать инфекций и стрессовых ситуаций. Внимание! Существует множество причин, из-за которых делящаяся зигота может не попасть в матку. Иногда она погибает на самых ранних стадиях, и женщина даже не замечает своей беременности. Это может произойти, если при оплодотворении зигота получит неполноценный наследственный материал. Иногда зародыш, не доходя до матки, внедряется в стенку яйцевода, какое-то время растет, потребляя питательные вещества этого органа и разрушая его в нематочной беременность. Беременность!